Мы включили программное управление аппарата планетарий, этой своеобразной машиной пространства и времени. Она показывает нам прошлое и будущее расположение планет и звезд на небе. Наш гид, директор Московского планетария Константин Алексеевич Парцевский. И вот уже над нами созвездие новогодней ночи. Центральная фигура зимнего неба это Орион, сражающийся с небесным быком Тельцом. За его спиной две собаки, большой пес с самой яркой звездой всего неба Сириусом и малый пес. Посмотрите, глаз разъяренного быка, звезда Альдебаран и заколка на плече охотника, звезда Бетельгейзе, обе красные. Это холодные звезды, вдвое холоднее нашего Солнца или Капеллы, типичных желтых звезд. Температура поверхности Альдебарана и Бетельгейзе только 3000 градусов. В звездном зале происходят солнечные и лунные затмения, появляются кометы, звездный дождь, полярное сияние. Последнее полное затмение было в Москве 500 лет назад. А ближайшее следующее произойдет в 16 октября 2126 года. В эту далекую дату мы и переносимся. Смотрим на Солнце через темный фильтр. Тогда становится заметно, как справа на Солнце надвигается Луна и загораживает его. Наступила полная фаза затмения. Видна солнечная корона и красные язычки фонтанов раскаленной плазмы, протуберанцев. Совершаем увлекательное путешествие в разные районы Земли. На экватор, на Северный полюс и даже в далекую Антарктиду. Переносимся на Луну, Венеру и Марс. Летим к Юпитеру и Сатурну. И даже за пределы Солнечной системы. Проверяю. Готовы. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт! Движение корабля неощутимо, если его двигатели выключены. Кажется, что мы совершенно неподвижны в мировом пространстве, а Луна летит на нас, час от часу увеличиваясь в размерах. Двое суток занимает наш перелет. Уже видны отчетливо лунные горы, другие неровности лунного ландшафта. Из космоса Луна видна не плоским блином, как Земли, а шаром. Мы на Луне. Вокруг безжизненный ландшафт. Мы покидаем Луну и наш дальнейший путь к планетам-гигантам, Юпитеру и Сатурну. А это расстояние в несколько тысяч раз больше, чем то, которое разделяет Землю и Луну. И все же, несмотря на громадное расстояние, мы только вышли к границе планетной системы. Только вышли на порог межзвездного путешествия. От ближайшего очередного пристанища нас отделяет непомерно громадное пространство. Ведь двойная звезда Альфа-Центавра в тысячу раз дальше, чем оставленная нами Земля. Четыре световых года! Здесь есть о чем подумать перед дорогой. Наше Солнце из района Альфа-Центавра будет видно, как одна из ярчайших звезд неба. Вот оно, в созвездии Кассиопеи. Нам казалось, что, перелетев к Альфе-Центавра, мы выйдем в звездную Вселенную, а мы снова оказались у начала бесконечного. Субтитры создавал DimaTorzok